Итак, друзья, всем привет! И с вами я Михаил Шилов, автор проекта Mokivara.ru Я продолжаю целый курс видеолекций по разминке перед работой, по постановке удара и работе на снаряду. И сегодня мы подошли к тому, как надо готовить к работе на снаряду на тяжелых и к работе на мокиваре лучезапятных суставов. Лучезапятный сустав является одним из самых крупных демпферов при ударе кулаком. Ударь ладони уменьше, при ударе кулаком это один из крупнейших демпферов. Испытывает колоссальную нагрузку. Это очень гибкий сустав и в то же время небольшой сустав, отвечающий за ловкость кисти, поэтому очень ответственный и важный для жизни. Поэтому, если заниматься набивкой кулака ортодоксальными методами и при этом не следить за тем, как делается разминка и заминка перед и после работы на мокиваре, то этот сустав отгрубляется, в нем возникает потугоподвижность и, соответственно, в некоторой степени теряется ловкость. Да, он становится крепким, стабильным, жестким. Но ловкость будет утеряна. И, соответственно, для быта это будет большая потеря для жизни. Потому что именно рука нас делает с человеком, да, в плане физического. Противопоставление большого пальца, ловкость пальцев, но это ловкость, соответственно, кисти как таковой. Поэтому переоценить значимость подготовки лучезапясного сустава перед работой на мокиваре и разминку его невозможна. Поэтому она необходима крайне. То есть упражнения для разминки лучезапясного сустава довольно-таки просты. Они известны всем, особенно кто занимается джиу-джису, дзюдо, трейкидо. Там все довольно просто. Значит, давайте покажу и походу прокомментирую. Первое. Мы растягиваем ладонную поверхность всего предплечья, все сухожилия предплечья, мышцы. И, соответственно, тянем сухожилия с огибателей пальцев, которые проходят через лучезапясный сустав. Берем закончики пальца для того, чтобы лучше сухожилия растягивались. Если мы возьмем ниже, пальцы останутся согнутыми, сухожилия будут растягиваться хуже. Соответственно, мы меньше проработаем все структуры, которые вообще проходят в проекции лучезапясного сустава. Тянем где-то 10 щитов, не торопимся. Я немножко быстрее покажу. Ну, суть такая. Одна рука, другая. Теперь то же самое делаем в обратную сторону. Кажется, то же самое, но на самом деле прорабатывается чуть иначе. Я это так чувствую и это проверено, поверьте. Другая рука. Дальше. Берем себя за кисть, вот так обхватываем, значит, большим пальцем и с целью пальцем. То есть, это сухожили. Локоть опускаем строго вниз, другой локоть опускаем строго вниз. Кисть давит ладонной поверхностью на тыльную. И локти вниз опускаем. Вот таким вот образом. Важно, чтобы не было мимо. Вот так вот. Вот так. Чтобы кисть дарилась вверх. И загибай. Трудай руку. А кладом хорошо. Не надо усердствовать чересчур сильно. То есть, не должно быть сильного болевого субсиндрома. Легко, дорогой. Все должно делаться легко. Легкое, чувство легкой боли. Ее почти нет. Даже приятно должно быть. Такой легкий мазохизм. На себя ладонь. Обхватываем ее другую ладонь. И руки в обои не уберемся за большим пальцем. И руку выворачиваем ладонью наружу. Но, если это правая рука, то против часовой стройки. Вот таким вот образом. И опускаем руку вниз, а локти разводим в стороны. И тянем. Левая рука, правая рука. Правой рукой захватываем за большим пальцем. Самый большой палец правой руки ставим на тыльную карту с ладонью. Выворачиваем руку ладонью наружу левую. Уже сейчас полчасовой стрелки к руки. И локти разводим в сторону. Руки опускаем вниз. Дальше. Палец на руке вниз большому обратно. Берем сверху другую руку. Сверху. Так. И поднимаем руку к ладонью. Ладонь развернута наружу в сторону. Большой палец, чтобы смотрел четко по вперед. Локти разводим в сторону. Другая рука. Палец вниз. Рука сверху. Локти в сторону. Руку вверх. Пальцами вверх. Большой палец направлен четко вперед. Дальше. Не забываем про наши любимые. Которые я делал, когда показывал и плечевой сустав в разминку. И локтевые руки на себя тыльными поверхностями. Соединяем в замок. И в ладочку. Меняем местами. В ладочку. Вот таким вот образом. Хорошая проработка лучезапястного сустава. У кого еще влака погибче, можно большим пальцем постараться достать до предплечья. Таким подобным. Вот если коротко, такова разминка. Единственное, что я не сакцентировал на то, что нужно делать. Не надо сразу пытаться связки мышц разнимать. Сначала надо все хорошо прогреть. То есть всегда начинается с растирания. Делаем растирание. Довольно продолжительное. Довольно продолжительное. И когда сустав горячий, вот тогда и суставы и сухожилия. Тогда и начинаем разминку как таковую. Вот. Довольно простой комплекс, довольно быстрый. Его же нужно делать и после работы. На макеларе, когда все ставится, создаются компрессии от ударов. Для того, чтобы эти компрессии снять и запустить туда как можно больше крови. Мы делаем то же самое, но только намного быстрее. То есть интенсивность меньше. Делаем быстрее, в смысле быстрее по времени. Разов 3-4 просто делается вот таким вот образом. Потянули. 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 Буквально по 2-3 секунды. Немножко быстрее делаем. В общем, все. Вот. После тренировки. Повращали кисти. Стряхнули. Все. И разминка, собственно говоря, произведена. И можно идти заниматься своими делами. Видите, занимает это мало времени. Но страхует ваши суставы довольно надежно. Обязательно делайте разминку для чрезвычезапястного сустава. Не пожалеете. В отдаленной перспективе это защитит ваши суставы и оставит ваши руки и кисти ловкими. Всем пока. И подписывайтесь обязательно на мои каналы на YouTube, которые посвящены работе на Макеваре. И подписывайтесь и посещайте сайт макевара.ру. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok